В Уральской столице отметили День памяти святителя Иннокентия Московского. В будущем году Екатеринбургский храм, посвященный этому угоднику Божию, отметит юбилейную дату. Без малого 20 лет приход в центре города собирает в своих стенах самых разных людей. Почему они любят свой храм, узнавала Надежда Калинина. Спасибо, благочестивый я и услышанный. Святителя Иннокентия называют апостолом Америки и Сибири. Долгий путь сына сибирского псаломщика до московского митрополита был наполнен миссионерской проповедью, в том числе и среди алиутов и индейских племен. Двери храма в честь этого святого также открыты для каждого. У нас храм очень простой и внешний, и внутренний, и мы вообще для простых людей. Поэтому в наш храм не должен стесняться заходить любой человек, в любой одежде, с любыми намерениями и мыслями. Встретим любого с радостью. Храм находится на втором этаже старинного особняка. Это здание в 2001 году передали епархии. Этому зданию в центре Екатеринбурга уже более 200 лет. Его построили для одного из горных начальников – Маркшейдера Ивана Полкова. Позже его наследники отдавали помещение в наем, и его облюбовало благородное собрание. Здесь проводились званные обеды, вечера. Здание это было известно в 19 веке как станция вольных почт – контора для перевозки товаров и пассажиров. В конце 20-го столетия – как пристанище для городских авангардных художников, поэтов и музыкантов. Но сейчас это снова дом для большой семьи, прихожан храма. Мы сюда ходим с 2004 года, потому что жили здесь рядышком. Еще тогда служил отец Александр Игонин. Ну и вот с тех пор прошло уже 16 лет. А служение заключается, как еще благословил архиерей нас, ладыка Викентий, помогать отцу в алтаре. У нас тут уже община, мы все друг друга знаем. У нас здесь, как у первых христиан, действительно, не то, чтобы люди пришли посторонние, постояли рядом, помолились и ушли. Мы и вне храма встречаемся, и помогаем друг другу. Поэтому как-то и вопрос об этом не стоит. Но семья есть семья. Внутри храм-центр столицы Среднего Урала выглядит не по-столичному скромно. Но здесь считают, что именно такое убранство церкви помогает сосредоточиться на главном. Вот эта камерность, когда люди приходят и думают, у меня купол есть, нет. И он намоленный уже приход, намоленный храм. И ощущается, ну что бы, это радость наша. И дай Бог, чтобы он стоял здесь вечное. В приходе немало многодетных семей. И поэтому для ребят, а также для их родителей прошло праздничное представление. Я думаю, что в каждом взрослом сидит маленький ребенок. Поэтому сидят все, отслужили. И сейчас еще попьем чай. Жизнь у нас бьет ключом, иногда по голове. Но мы стараемся, чтобы пауз не было. Чтобы люди приходили со своими идеями. Ну и инициатива наказуема. Если кто-то что-то предложил, он это и организовывает. Людей достаточно для того, чтобы постоянно что-то происходило. О многочисленных встречах, тематических мероприятиях можно узнать на страничке прихода в социальной сети ВКонтакте и на сайте храма. Ближайшие мероприятия – беседа о предопределении и свободной воле человека. Продолжение следует...